Внешнее давление на белорусскую экономику не должно определять жизнь людей. Этот тезис сегодня стал лейтмотивом большого совещания по ключевым документам на будущий год. А это бюджет, проект, прогнозы социально-экономического развития и денежно-кредитные политики. С учетом множественных рисков, среди которых и продолжающаяся пандемия, и непрекращающееся санкционное удушение, белорусская экономика показывает результат. Рост обеспечен. Пусть не везде, но большинство опорных показателей выполняются. Государство исправно выполняет и социальную нагрузку. Тенденции нужно сохранить, ориентирует президент. И сколько бы санкционных пакетов не готовили для Беларуси оппоненты, качество жизни не должно пострадать. Впрочем, правительство готово ответить Западу зеркально. Детали большого разговора во Дворце независимости расскажет Ольга Онищенко. Все, кто в правительстве так или иначе завязан на финансы, сегодня здесь. Декабрь вообще такое время, когда принято подбивать смету нынешнего и будущего года. Так что сегодня разговор скорее о том, что деньги любят счет, а не тишину. Традиционно в конце года подобное совещание, естественно, больше всего наносит тактический характер, поскольку основные проблемы, которые мы будем рассматривать, касаются будущего года. Но, естественно, не может быть ни одного тактического вопроса сегодня, который бы не был нацелен в будущее. Стратегия. Как известно, стратегия наша определена на последнем Себелорусском народном собрании. Там и обозначены перспективы и конкретные показатели достижения этих перспектив. Сегодня на повестке все, что касается социально-экономического развития. Чего достигли, как оценить итоги, какой быть финансовой тактики 2022. Санкционную спираль с подачи западных политиков закручивают все сильнее. И это вызов, на который есть ответ. Справлялись прежде, справимся и впредь, уверен Александр Лукашенко. И пусть эта работа не всегда публична, она идет. Мы видим это не первый раз. Эти пакеты, очередные так называемых санкций. Более того, мы к этому готовились. Как минимум полгода существует так называемый антикризисный штаб в правительстве. Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально. Без волокиты, четко по-военному. Пока мы сумели сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей. Вот это главная задача. Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили. Что бы с нами ни пытались сделать здесь, мы должны предпринимать такие меры, чтобы люди этих санкций не почувствовали. Но по крайней мере, чтобы они эти санкции и меры извне не определяли жизнь людей. Запомните, это главное. Все санкционные пакеты в нынешнем году отбивать по большому счету получалось. И доказательством тому рост экономики. За 10 месяцев ВВП прибавил без малого 2,5%. В лидерах промышленность производства вообще опережает все прогнозы. И даже не каждый второй товар, а 60% ждет за границей. Промышленный конвейер пандемия, какими бы грозными ни были ее штаммы, не остановила. И вот они, те самые сливки, которые снимает промышленность. Они в бюджете и в кошельках. Стабильно растет средняя зарплата, которая в октябре вплотную подошла к полутора тысячам рублей. Каждый четвертый работник в стране получает зарплату сверх этого уровня. Тогда как год назад их было всего 16%. Но все это хорошо, и мы не должны тут думать, что мы уже решили все проблемы. Здесь и очень напряженная работа государственного аппарата всего народа. И стечение обстоятельств. В чем-то нам и повезло. Я уже говорил. И пандемия прошлого года, то, что мы выбрали свой белорусский путь. Не закрывались, не кричали, не орали. Мы просто работали. Это дает сегодня свои результаты. Должен заметить, что белорусским путем в 21-м году пошел весь мир. Это никто не скажет, потому что Беларусь не Америка. Если бы у американцев это было, то уже трубили бы на весь мир. Ах, какие молодцы! Трамп и Байден, что они выбрали правильный путь. Нас за это не похвалят. Наоборот, нас будут за это душить. Знаете почему? Поэтому не надо думать, что мы решили все проблемы. Проблем немало. И, к сожалению, на 90% эти проблемы привнесены извне. Но откровенно радужно не все. И президент не приукрасит. Уложить в прогноз инфляцию не получилось. И декабрем это уже не исправить. За истекший период цены выросли почти на 9%. Но хотели-то на 5%. И пусть социально значимая корзина подорожала не столь заметно, по отдельным товарным позициям покупатель увидел заметный скачок. И как бы правительство не приводило аргументы, дескать, удорожение буквально всего стало мировым трендом 2021, президент не преклонен. В Новый год с такой-то инфляцией мы не войдем. Премьер-министру, правлению Национального банка особенно остановиться надо на этом вопросе. Мы знаем все эти объяснения. Да, есть часть инфляции, которая занесена, как зараза, извне. Дорожает на мировом рынке все. И, естественно, мы, как открытая экономика, закупаем там железо, металлы, сырье и прочее комплектующие, вынуждены покупать их по более высоким ценам. Не надо только ссылок, только на этот фактор. Нельзя допустить, чтобы ценовые факторы переходили с нами и в следующий год. Мы планируем в будущем году иметь однозначную цифру в 6% инфляцией. Александр Лукашенко предлагает кабинету министров сосредоточиться на том, что в этот сложный период у нас получается. Вот выросли продажи на внешние рынки на треть. Экономика дополнительно заработала 8,5 миллиардов долларов. Значит, можно добавлять. И вот они, резервы. Словом, экспорт стоит возвести в ранг приоритетной экономической политики. А другого не дано. Во-первых, это разумно. Ведь пока есть возможность продавать и закрепляться на мировых рынках, а это будет недолго, надо действовать. Но это же не новость. Помните наши приоритеты. Экспорт – жилье, продовольствие. Упускать момент, чтобы заявить о себе нельзя. Этот момент нужно использовать, чтобы заявить о себе. Будем интенсивно наращивать валютную выражку. Получим крепкий белорусский рубль. Население перестанет осторожнейшить и предложит свои деньги в депозиты или облигации. Об инвестициях скажут отдельно. Стоит признать, не самая сильная сторона экономики. Многие дорогие проекты завершены и работают. Как-то атомная станция или петриковский ГОК. Без пяти минут на финише в этом смысле нефтепереработка. Но это постоянное движение, вечный двигатель. Не обновляться, значит проиграть конкурентам уже спустя три года. Так что инвестиции, в том числе заложенные в бюджет, обязательно к исполнению. К тому, что не обязательно, президент попросит вернуться. Но и сегодня очевидно, по крайней мере для комитета госконтроля, в каких сферах возможно уложиться без потерь. Или добавить, дабы исключить валютные закупки. Есть простые примеры, например, тот же торф, которого у нас в предостаточном количестве. Но при этом мы на миллионы долларов завозим торфяные смеси. Но неужели мы не это не можем сделать на месте, что не требует даже каких-то высоких технологий. Тоже касается, например, и лекарств. Мы многое можем делать сами, но почему-то завозим на миллионы долларов, а такие же лекарства прекрасного качества мы производим в мизионном количестве. Так и по другим сферам. А в целом бюджет предварительно сверстан. С дефицитом. Это не новость и чрезвычайно ее не назвать. С таким бюджетом белорусы жили не однажды, и в нынешнем году он тоже таков. Расходы снова чуть больше доходов, но как и чем покрыть эту разницу, правительство уверяет, знает. Это не будет головной болью ни для финансистов, верстающих госсмету. Не станет проблемой и для людей, которым гарантирована бюджетная поддержка. Все социальные обязательства будут выполнены. У нас в бюджете социальных обязательств порядка 45% от всех расходов, если суммировать все обязательства. Поэтому они будут полностью выполнены. Вопрос, за счет чего мы их профинансируем, за счет тех остатков, которые мы имеем. Сейчас бюджет по текущему году исполняется с опережающим темпом роста доходов, поэтому ресурсы у нас имеются, поэтому для граждан это никоим образом не отразится. При этом Минфин обещает выполнить все долговые обязательства по внешним займам. У Беларуси репутация исправного плательщика и поступаться ей не станут. Более половины обязательств перед российскими коллегами, так что сомнений нет, договоримся, заверит министр. Как бы ни было сложно, какими бы ни были новые санкционные ловушки. Тем более, кому как ни России знать об этом, добавит президент. Это же не секрет. Идет гибридная война. Война давно началась, не только против нас, прежде всего против Российской Федерации. И мы звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем крае. Поэтому нам достается первыми и непросто. Мы это с президентом России видим, оцениваем и действуем соответствующим образом, адекватно. Суммируя все их претензии, а уже не перешли от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам, от нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина, цитирую, демократически перспективным развитым государством демократии, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено, мы никогда не станем Украиной. Потому что мы, Беларусь, у нас собственное видение наших перспектив. Ну, во-вторых, что творится в Украине, вы прекрасно видите. Они хотели в прошлом году проще это решить, срезать этот балкон до Смоленска. И чаяние после распада Советского Союза, их, Владимир Павлович это хорошо помнит, мы были в парламенте депутатами, их мечта бы свершилась в августе прошлого года. Создали бы этот санитарный кордон, а это уже не санитарная какая-то зона, это был бы блок, границы которого проходили бы под Смоленско. Не получилось. Сейчас посмотрим, что они еще придумают против нас. Вот очередной этап. Любыми пользуются методами, беженцы, не беженцы, неважно, чтобы надавить на нас, а через нас на Россию. Поэтому от Черного моря до Балтики, вы видите, что происходит, и мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем. Но Беларусь не приемлет язык санкций и ультиматумов. И про свой путь тоже негромкие слова. Здесь не будет внешних кураторов и пляски по чью-то музыку. И Украиной нам не быть, президент повторит, не при этой власти. То, что я сказал по Украине, это было дословно сказано. Это было сказано дословно. Кое-где завуалировано. Они намекают, ну вопрос, ну-ка не во власти. Во власти вопрос. Совсем недавно заявили, власть Беларуси надо поменять. Начинать надо с президента. Но у нас есть механизм. Выборы и так далее. Досрочные выборы, если кто-то хочет. Пожалуйста, у нас тоже есть механизм. Пусть предлагают. Поэтому я не нагнетаю обстановку. Два дня назад через ультиматум нам было сказано. Но я не понимаю, Роман Александрович, вы бывший дипломат. Вы это все терпите и не уносите предложений. Те, кто принесли ультиматум за пределы страны, не глядя всю страну, они представляют. Что мы с ними телепаемся? Они же работают во вред. Правда, мы уже заметили, вот сутки прошло. Эти вот санкции вводить собирались. Уже некоторые посольства пакуют чемоданы. Заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить. Мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, соответственно, с нормами международного права. Поэтому вы меня услышите, вот эти, те, кто чемоданы пакуют, успокойтесь. Положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами Нонграда объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право. Очевидно, внешний натиск требует быстрой реакции. Тот случай, когда не выстоит, опираясь лишь на единство и монолит власти и общества. Президент уверен, в такой момент решение в долгий ящик уже не отложить. Промедление смерти подобно. Так что самое время бюрократию оставить в прошлом. Дисциплина, исполнительность должны встать во главу угла. Не должно быть долгих, длительных разговоров и уговоров. Решение принято, исполняйте. Когда идет, извините меня, такая бойня, совещания не собираются, чтобы посоветовать, в каком направлении будем действовать. Иногда решение надо принимать мгновенно. Кому принимать эти решения в стране есть? Конституцию никто не отменял, она действуется, законы никто не отменял. Поэтому еще раз повторяю, во главу угла надо поставить исполнительскую дисциплину. И мы элементарно выстоим, и главное, не допустим того, чтобы те проблемы, которые мы должны решать, были опущены и сброшены на наш народ, на людей. Впрочем, как быстро можно принимать решения, кабинет министров уже демонстрирует. Лишь накануне мировые СМИ тиражируют новость, мол, Европа поддержала пятый санкционный пакет для Беларуси. А сегодня премьер заявит во всеуслышание. У нас готов ответ, да какой. Мировая медийная повестка сработает, похоже, еще быстрее. Мы неоднократно предупреждали партнеров о том, что не стоит этого делать, потому что, во-первых, это нелегитимно, во-вторых, от этого страдают граждане страны, о которых якобы они пекутся, предприятия и так далее. Но, тем не менее, решения эти приняты. Несколько раз мы не применяли жестких ответных мер, надеялись на то, что будет определенное благоразумие проявлено. Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер реагирования экономического на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны. Список будет достаточно большой. Это уже будут не асимметричные, так называемые, меры, и не такие, не формальные. Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подтвергаемся мы. Премьер скажет прямо. Отрицать санкционный натиск невозможно. Минимизировать вот задача. А тут еще и пандемия. С повестки уходить не собирается. И на бюджет нагрузка еще та. Спрогнозировать наверняка, как будет развиваться экономика, и в обычное время неблагодарная задачка. А в таких условиях погрешность вообще выше всяких пределов. Но премьер предупредит, наш сценарий для экономики реалистичный. А что там пишут в прогнозах экономисты разных мастей? Ну а когда они сбывались? Для себя мы, естественно, планируем рост экономический. На уровне не меньше 2%. Хотя, ну, нам говорят, что это невозможно будет достичь, но уже много лет говорят. К счастью, мы эти прогнозы опровергаем. Тем не менее, еще раз говорю, мы реалисты. Понимаем, в каких условиях придется работать. Но задачу роста для себя ставим. И, конечно, основным резервом роста будет внешний спрос, то есть тот же экспорт. Как и в нынешнем году. Но и остальные показатели в целом не подкачали. Подставили плечо предприятиям, обеспечили рост зарплат, поддержали бюджетников. Общая картина подпорчена лишь точечно. И это небольшая обрежь, пожалуй, главное, что следует поправить в будущем году. Сохраните вот этот уровень защищенности населения. Вот что есть в этом году, надо сохранить. И чуть-чуть понизить инфляцию. Это вместе с Калауром. Все, я больше от вас не требую в этой ситуации. Дело даже не в санкциях. Вы видите, что опять в связи с этим омикроном пандемии начала опускаться мировая экономика. Ну, слушайте, мы же не великаны, как там Америка или Китай. Ясно, что если экономика мировая опускается, она будет в эту воронку затягивать прежде всего и Беларусь. Будет трудно рассчитывать на какие-то огромные прорывы, показатели мы там, ВВП 7% дадим или выше мирового. Ну, мы реалисты. Поэтому главная наша задача – вот уровень этого года сохранить. Он невысокий у нас и по зарплатам, и социальной защищенности, но достаточный для того, чтобы жить. Пусть люди не возмущаются, жить можно. Только надо и людям шевелиться немножко. Как я уже говорил, раздевайтесь, начинайте работать. Но если еще немножко, не дай бог, добавить, тогда герои. Словом, лучше меньше да лучше. И тут уж синица в руках будет надежнее. О журавлях правительству мечтать не запретят, но от реальности оторваться не позволят. Из-за каждой круглой цифрой экспортной или валовой выручки, прописанной пока лишь на бумаге, важно видеть то, что наверняка гарантирует успех. Ольга Онищенко, Вероника Бута, Иван Мартынович, Агентство теленовостей.